Дядя Алиева называл себя курдом, в Армении напомнили Азербайджану о Кока-Коле. Экс-вице-спикер парламента Армении, историк Эдуард Шармазанов прокомментировал очередные территориальные претензии Ильхама Алиева в отношении Сюникской области Армении. В беседе с корреспондентом Русарминфа Шармазанов отметил, что международное сообщество не только исторически, но и юридически зафиксировало, что Азербайджан — искусственное государство. История Азербайджана, как государство, начинается в мае 1918 года. В декабре 1920 года Лига наций отклонила обращение признать его независимым. В заявлении Лиги наций отмечается, что Азербайджан — искусственное государство, созданное на территориях Персидской и Российской империй, отметил он. Пресс-секретарь РПА подчеркнул, что Лига наций зафиксировала, что название Азербайджан или Атропатакан относится к территориям Ирана, расположенным к югу от реки Аракс. Я не раз отмечал, что не только Кока-Кола, но и Манчестер Юнайтед, Барселона — опера Ла Скала старше Азербайджана. До 1936 года они назывались Кавказскими татарами или Кавказскими турками. И только в 1936 году, чтобы отделить анатолийских турок от кавказских, их назвали азербайджанцами, отметил Шармазанов. Он также сообщил, что в мае 1918 года в Декларации Азербайджанской Демократической Республики не было понятия народ Азербайджана, есть только народы Азербайджана, куда входят талыши, авары, русские, армяне, лезгины, греки, татары и другие. И даже тогда татары были в меньшинстве. По словам экс-вице-спикера, дяди Ильхама Алиева в графе «Национальность» указал Курт. Шармазанов также напомнил, что 30 ноября 1920 года глава азербайджанских большевиков Нариманов заявил, что Зангизур, Карабах и Нахичевань являются частью Армении. 12 июня 1921 года Национальный совет Азербайджана принял решение, что Нагорный Карабах, Нахичевань и Зангизур — неотъемлемая часть Армении. Этому последовал указ главы правительства Армении Мясникяна о том, что эти территории являются неотъемлемой частью Армении, который был опубликован в газете «Бакинский рабочий». Ранее Русарминфа сообщила, что в Баку отменили концерт Любови Успенской, заявившей, что она и Азербайджан почти ровесники. Продолжение следует...